Дом РФ Итак, сегодня в российских регионах ведется масштабная работа по развитию и созданию современной и комфортной городской среды. Это поручение президента, его выполняют правительство и региональные власти. В последние годы на эти цели в России тратятся большие средства – десятки миллиардов рублей. Однако вместе с этим российские регионы испытывают значительный дефицит профессиональных кадров в архитектуре. Запрос на работу от региональных властей и от муниципалитетов – он огромен. Можно выбрать практически любой город, где нет архитектора, и прийти и сказать, что я готов к моему образованию, я знаю, что нужно делать. Такого человека пригласят и больше никогда не отпустят, пока он не поменяет и не воплотит все свои идеи в жизни. Почему мы эту программу начали? В рамках одного из совещаний у президента обсуждались вопросы качественной городской среды, и мы получили соответствующее поручение президента Российской Федерации. Мы все часто ездим по разным городам России и видим разную степень комфортности улиц, общественных пространств, скверов, дворов. И мы организовали вот такое сообщество архитекторов совместно со стрелкой. С этой целью подготовить кадры для создания комфортной среды в регионах и была создана специальная образовательная программа. Архитекторы РФ – это бесплатная лидерская программа профессионального развития, сфокусированная на раскрытии потенциала российских специалистов в области архитектуры и градостроительства. Программа нацелена на приобретение новых знаний и навыков, получение актуальной информации о мировых архитектурных тенденциях и передовых практиках. В результате программы «Архитекторы РФ» в России сформируется сообщество профессионалов, способных менять города и создавать комфортную городскую среду. Вы знаете, если мы говорим о профессиональном назначении этой программы, то, конечно, это здорово, что у нас в регионах появятся действительно молодые, действительно талантливые, действительно нацеленные на изменение облика городов ребята, которые, надеюсь, станут и выберут работу в качестве главных архитекторов регионов или тех же городов. Образовательная программа для региональных архитекторов и специалистов профильных ведомств и департаментов муниципалитетов стартовала летом 2018 года. Она состоит из двух частей – офлайн и онлайн-курсов. Для прохождения курсов на сайте архитекторы.рф зарегистрировались более 11 тысяч человек из 83 регионов России. Заявки на участие в офлайн-программе подали более 1300 человек из 73 регионов России. У нас есть офлайновая часть программы «Архитекторы РФ», в которой был конкурс 14 человек на место, и в итоге мы отобрали 100 человек из 50 городов России. И это как крупные города Владивосток, Калининград, так и города меньшего размера, типа Балашихи, а также, собственно говоря, практически все наши республики. Отбор участников проходил на основе портфолио, мотивационных писем, видеоинтервью, а также онлайн-тестирования. С точки зрения образования, это в основном архитекторы и люди, которые получили образование инженерное или строительное. С точки зрения того, где они работают, они могут работать в частных архитектурных бюро, а также работать в департаментах архитектуры и строительства в регионах и городах. Работа первого набора программы началась в сентябре и завершилась в декабре 2018 года. Мы прошли 4 модуля по недельному обучению каждый месяц. На одну неделю мы вырывались из своей среды, от друзей работы и полностью погружались в обучение. Это было обучение как лекции, практические занятия, семинары, а самое главное – это общение между участниками. В рамках этих тематических модулей лекции и встречи с региональными архитекторами провели ключевые российские и международные эксперты. Среди них, например, декан факультета архитектуры Гонконгского университета Кристофер Вебстер, ведущие российские архитекторы Юрий Григорян и Сергей Чобан. Во время обучения слушатели архитектора РФ посетили 12 городов России. Ключевыми событиями стали встречи с губернаторами регионов и мэрами городов. Все губернаторы нам не отказали, провели такие встречи, несмотря на занятость. Это и Татарстан, и Ивановская область, и Пермский край, и Калининградская область. Много могу перечислять, это все субъекты, где ребята побывали. Ребята увидели страну, а многие из них до этого не выезжали из своих городов. Для них это очень сильно расширяет их кругозор и возможности развития. Третья неделя курсов молодых российских архитекторов прошла за границей. Группа из 100 участников посетила 4 европейских города – Берлин, Роттердам, Копенгаген и Барселону. Четвертый модуль был посвящен будущему городов. В рамках него прошли лекции и тренинги от ведущих отраслевых экспертов. Своими знаниями, например, поделился советник мэра Лондона по дизайну Алекс Элли. Ну а прямо сейчас давайте поговорим с самими участниками программы «Архитекторы РФ». Татьяна Леонтьева работает заместителем главы администрации 60-тысячного города Росаш в Воронежской области. Как вы оцениваете свое участие в этой образовательной программе? Что-то новое узнали? Что-то новое – это ничего не сказанное. Здесь все, что узнавало, это все новое. Я считаю, что представителям, в том числе как раз таки органам власти, необходимо участвовать в такого рода образовательных программах. Те знания, которые вы получили, тот опыт европейских архитекторов, международных, ведущих российских архитекторов, будете ли вы его применять в своей работе, чтобы развивать свой город? Тот опыт, он абсолютно космический, и ничто не мешает нам его применять. Самое главное, что я вынес из этой программы, это то, что для того, чтобы стать проводниками этих положительных измерений, не нужно ничего, не нужно ни денег, ни больших ресурсов. Главное – заинтересованность, личное время и трудолюбие. Все, больше ничего не надо для того, чтобы наши города стали по-настоящему комфортными. Мне понравился настрой молодых ребят, которые приехали со всей страны, и при этом, вы знаете, мы часто слышим, что молодежь хочет уехать. Вот все, кто учились, они все хотят работать в России, они хотят быть востребованными в том городе, где они родились, откуда они приехали. При этом они готовы переезжать по стране, работать в других городах, если это интересная работа, если они будут востребованы. И мы им будем в этом помогать. Кстати, финал первого набора программы «Архитекторы РФ» совпал с подведением итогов еще одного архитектурного мероприятия. В России в декабре завершился открытый международный архитектурный конкурс на разработку альтернативных решений планировок стандартного жилья. Главная задача конкурса – расширить типологию комфортных планировочных решений квартир для стандартного жилья среднего и увеличенного размера. Конкурс проходил в два этапа. После проведения народного голосования и голосования жюри было определено 20 финалистов. Все финалисты разработали 111 зданий с 320 квартирами. В итоге призерами стали 5 архитектурных компаний. У нас победили в конкурсе молодые команды из Сербии, Испании, Индии, Мексики и Германии. Жюри конкурса особенно отметили системность в подходах к проектированию этих участников. То есть они находили какие-то системные решения. Это планировки победителей? Да, это один из победителей Сербии, Киевиас Архитекча. Конкретно в этой квартире сколько квадратных метров? 65 квадратных метров. При этом кухня объединена с залом. При желании авторы предусмотрели возможность изолирования этого помещения в отдельное. Но вернемся к главной теме нашего выпуска. Программа подготовки архитектурных кадров для российских регионов продолжится уже в следующем году, пообещали в Дом РФ. Скоро будет объявлен набор на оффлайн-программу. Ну а участники первого набора, чьи дипломные работы произвели особое впечатление, весной встретятся в рамках российского инвестиционного форума в Сочи с председателем правительства России. Дмитрий Медведев лично захотел пообщаться с теми, кто будет формировать городскую среду по всей России в ближайшем будущем. В этом плане участие в «Архитектора РФ» может помочь в карьере. Участники программы будут рекомендованы местным властям для замещения должностей главного архитектора или руководителя градостроительного управления, причем в любом городе России. Как вы знаете, в корпорацию ВПРФ выходит Алексей Сорокин, руководитель моркомитета подготовки чемпионата мира по футболу 2018 года. И он будет заниматься вопросами городской экономики. И в рамках вопроса изменения форматов городских экономик, конечно, вопрос городской среды будет одним из самых важных вопросов. И возможностей у веба значительно больше, чем наши. И здесь проекты, которые ребята создали, какие-то из них, которые будут представлены в веб, могут получить поддержку и реализованы быть при поддержке веба. Надо сказать, что формат образовательного курса «Архитектора РФ» оказался востребованным. Кроме офлайн-обучения, онлайн-курсы посетило более 11 тысяч человек. Это значит, что наши города обязательно поменяются. Ну что ж, на этом все. Читайте РБК «Недвижимость», смотрите нашу программу. Я Игнат Бушухин. Удачи в квадрате.